Победили, победили. Это игра. Аут, сетка, потолок. В Могилёве прошла юношеская республиканская спартакиада по волейболу. А это паркур. Что за вид спорта такой, узнавала Екатерина Балукова. А как это можно рассчитать, когда вас сносят? Тысяча метров над землёй. Паршютисты открыли сезон 2015. Всем привет, это программа «Спорта». Мы рассказываем интересно о спорте в Могилёвской области. Не переключайтесь. Начнём с волейбола. Главная новость дня. Женский Могилёвский коммунальник в игре за выход в полуфинал чемпионата страны не смог одержать победу в заключительном матче серии с Барановическим Атлантом. Наши девчонки уступили со счётом 1-3. И дальше продолжат борьбу за пятое итоговое место чемпионата. Ну а мы перемещаемся на республиканскую спартакиаду по волейболу среди учащихся. Да, именно в Могилёве уже соревнования проходят традиционно, из года в год. Республиканский центр доверяет нам принимать команды из областей. Семь команд представляют учреждения профессионально-технического образования и шесть команд учреждений среднего специального образования. Цель выявить лучших из лучших в республике, именно учащихся профтехобразований среднего специального образования. На сегодняшний день, если про среднее специальное образование, то фаворитами являются команды Гродненской области и Минской области. Вот за игрой этих команд мы и приехали понаблюдать. Партия за командой из Гродненской области, партия за командой из Минской. Так могло продолжаться бесконечно, если бы не правило волейбола. Побеждает тот, кто первым одержит верх в трех партиях. И этой командой стали гражданинчане. Довольно сложно, потому что у нас игрок получил травмы, пасующие. Сложно было найти замену. Ну, вправились как-то. Игра, в принципе, была достойная. Команда играла хорошо. Мы немножко упустили, немножко не прибавили. Ну, сыграли мы на больше и меньше. В принципе, команды равные. Мяч круглый. Кому-то везет, кого-то проигрывает, кто-то побеждает. В принципе, все понравилось. Игра была хорошая. Команда хорошая. Победили, победили. Это игра. Огорчение Антона можно понять. Победа в этом матче оставляла команду Минской области в борьбе за чемпионство. А так, борьба за бронзу. Ее ребята и завоевали, обыграв в заключительном матче команду из Брестской области. Серебро досталось Витеблянам, ну а золото у Гродненской области. Что о представителях Могилевщины, наша команда оказалась на почетном пятом месте. Какие-то странные ощущения. Ощущения, скорее, даже экстремальные, как и этот вид спорта, именуемый паркуром. Но для молодых людей это уже не экстрим, а стиль жизни. Вы просто уходите на улицу, вы уже рискуете. Там попасть под автомобиль, там еще что-то. Риск присутствует везде, даже в шахматах. Это тоже опасный вид спорта. Можете уснуть и лазом на ферзя. Сегодня ребята честно признаются, что заниматься паркуром начали, потому что сработал стадный инстинкт. Кто-то насмотрелся красивых фильмов о сильных парнях, кто-то не хотел отставать от сверстников и пошли сигать с гаражей. Друг прыгал, ну и мне захотелось так, ну быть как он, короче. Это сейчас они знают, как правильно падать и выполнять все элементы. А тогда оценивают свой поступок паркурщики. Это было необдуманно. Ведь к таким тренировкам нужно быть физически готовым. Именно поэтому для некоторых из них путь к профессиональному паркуру лежал через травмопункт. Ломали? Да, ломал руку. Как долго в гипсе? Открытый, закрытый? Закрытый, в гипсе где-то. Неделю гонял. Он еще сальто делал? Да, я прям с гипсом прыгал. Каким бы безбашенным ни казалось со стороны этого занятия, сегодня они подходят к делу без юношеского максимализма и применяют свои умения для дела. Был маленький щенок, забрался на второй этаж, как он тогда забрался, и лаял, что не мог спуститься. И мы по этим, там же внутри все развалено, крапкали, чтобы его спасти, туда снять от этого балкона. А иногда и во имя любви по-рыцарски забраться к даме в окно для них не проблема. Пятый этаж по балконам, вот там в общежитие лазит. Как оценила дама? Сердце? Там все общежитие оценила, а в последующем еще и милиция. Проблемы с милицией для ребят не новость. Их уже не раз принимали за домушников-форточников, уже с улыбкой вспоминают они. Поэтому сегодня мечтают о своем маленьком уголке, где могли бы тренироваться и учить подрастающее поколение. Несмотря на холод на земле и в облаках, адреналиновый голод взял над мужчинами верх. Не дожидаясь окончательного наступления тепла, «Могилевские покорители небес» открыли парашютный сезон 2015. Зритель, не пугайся, выпрыгнув, приземляются все, ведь за плечами большинства из парашютистов тысячи прыжков и бездна бесстрашия. В сочетании парашютный спорт именно спорт – ключевой элемент. Ребята не просто прыгают, они высчитывают траекторию полета, скорость, направление. С тем, чтобы приземлиться в определенную точку и получить свои зачетные очки. Вот мне интересно, самое главное, да, это когда человек прыгает, попасть вот в центр. Да. А как это можно рассчитать, когда вас сносят? На это есть своя методика, то есть есть этапы проверки определенные, когда ты можешь высчитать угол, под которым тебе надо заходить, и пройти правильно траекторию до базовой точки, то есть это та точка, с которой ты уже будешь минимальными движениями работать в датчик напрямую. Вы помните этот первый день, этот первый прыжок? Помню, это был вторник, я свалил с уроков со школы, последних двух, и пришел на аэродром прыгать. Вот, ну, ощущения были очень такие. Родители знали? Да, родители не против были, в принципе. Мечта здесь с детства. Увидел на площади, где люди прыгали, и захотелось прыгнуть. Пришел сюда, начал заниматься. Не пожалели ни разу? Нет, пока нет. Ну, для чего вам нужен этот экстрим? Отличиться от внешнего мира, отлучиться полностью от реальности. В парашютисты Могилевский аэроклуб принимает с 15 лет. Конечно, учитывается и состояние здоровья, и данные, и лишний вес. Если массы в вас центнер, путь в небо закрыт. В остальном же было бы желание. Как бы ничего не имею против шахмата, что-то еще. Но сидеть в комнате и передвигать фигуры этого, пускай даже умное занятие, но, честно говоря, не очень в жизни как бы нужная. А прыжки с парашютом нужны? Ну, во-первых, я вам скажу так, это лишний повод поддерживать себя в хорошей спортивной форме. Но лучшей рекламой Могилевского аэроклуба могут стать только эти кадры. Такое далекое и такое близкое небо, прикоснуться к которому могут все. Футболисты Могилевского Днепра продолжают подготовку к новому сезону. В среду они провели товарищескую игру с командой «Славия» из Мозыря. Встреча завершилась со счетом 2-2. Голы за могилевчан забивали Максим Рыбаков и Антон Кондратович. В Могилеве в бассейне «Дома спорта» прошли чемпионат и первенство Могилевской области по плаванию. Уверенную победу одержала команда «Городской Дю США» города Могилева. Второе место заняла команда из города Бобруйска. Третье место у спортсменов из Кричева. В Олимпийском спорткомплексе «Стайки» прошел розыгрыш Кубка Беларуси по тяжелой атлетике. В соревнованиях у женщин-могилевчанки Диане Созановец не было равных в категории до 75 килограмм. Она заняла первое место. Среди юниоров победителем Кубка в категории до 69 килограмм стал бобруйчанин Артем Шагов. Стоит отметить, Кубок Беларуси стал важным этапом подготовки к чемпионату Европы по тяжелой атлетике, который с 10 по 18 апреля пройдет в Тбилиси. И на сегодня это все новости. Смотрите «Спорт М» на «Беларусь-2» уже в понедельник. Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok